здравствуйте друзья и подписчики моего канала вот наконец настал тот час когда я здесь и вижу вас то есть перед вами мох сфагнум он привезен мне из смоленских лесов из экологически чистого района моими друзьями лили и юрой вот такой изумрудный красавец спасибо вам огромное друзья мои не забыли про наташу бабокову юра тебе особое спасибо и так речь пойдет о том как сохранить мох живой который мы заготавливаем фрок я расскажу свой опыт как я храню мох сейчас я попробую вот эту штучку опустить пониже а то мне не очень удобно вот таким образом и приступим у меня для этого для хранения мха имеются разные виды контейнеров для того чтобы сохранить мох сухой но живой то есть находящийся в анабиозе зелеными так называемыми пимпочками я использую вот такой контейнер из фикс прайса но он меня не один это я как образец показываю вот с такими вот дырочками а для того чтобы сохранить мог абсолютно живым я использую вот такой контейнер с крышкой из того же фикс прайса и вот смотрите здесь внизу у меня серами с сантиметр вот я насыпала у меня его много поэтому я могу его использовать и обязательно уголь древесный мелко покрошены значит я сюда добавляю бутилированную воду воду из-под крана использовать нельзя потому что мох сфагнум не любит всяких вот этих вот примеси которые находятся так скажем в воде водопроводный и сюда я наливаю водички из бутылочки вот заливаю до уровня софлоры вот таким вот образом далее мне правда не очень удобно потому что таз огромный далее я делаю вот что вот так вот она видно будет вот так смотрите мох собран очень так сказать правильно то есть вот такими вот букетами смотрите вот видите вот замечательный букетик муха его собственно даже и перебирать не надо единственное вот я убираю отсюда листики я беру мох вот таким вот образом букетик и ставлю его в контейнер вот так далее я беру еще букетик мха ну например я не буду букетики сейчас собирать то что будет очень долго эта работа очень кропотливая не для сверх торопящихся людей я люблю этим заниматься люблю перебирать мог люблю перебирать кору например берем еще букетик и тоже ставим его контейнер сейчас я наберу полный контейнер и покажу вам что у меня получится друзья мои я забыла упомянуть видео что на проращивание я ставлю мух с корешками вот видите то есть со светлыми кончиками с длинными а на просушку идет то что у которых оторвались вот эти корешки то есть видите как получается вот здесь они все с длинными корешками вот они корешки так называемая но у муха вообще нет кармина вот с этими вот длинными хоботками вот итак на все про все у меня ушло около двух часов я реально без ног у меня ноги затекли потому что я сидела на маленьком стульчике разбирала вот эту кучу мха я вам хочу показать мир болотный мир называется не знаю видите ли вы здесь кого-нибудь вот сейчас покажу попробую где они тут тут вот и пауки бегают и какие-то мокрицы бегают вот они вот они мокрицы побежали вот они вот они мокрицы бегают вот они и паучки бегают и какая-то здесь длинная такая штука бегает с копьем на передней части уйди уйди не на тесто влезать на передней части мордочки своей в общем их здесь очень много самое интересное было в конце когда я разбирала то есть самое вкусное это зеленые пимпочки которые остались на дне сейчас я покажу я так вздрагивала ну хотел сначала пинцетом потом пинцета у меня не получилось пришлось потихонечку руками вот эти вот вот зеленые пимпочки да вот они сейчас я включу свет по ярче одну секундочку тоже вечер вот так я еще включила люстру чтобы видно было вот они зелененькие пимпочки вот эти вот вот эти самые вкусненькие которые я выбирала в общем получилось у меня на сушку вот такая вот корзинка большая но я не знаю сколько здесь литров литров наверно 7 такая она большая мох я сюда укладываю на сушку очень рыхло то есть ничего не спрессовывая потом он когда высохнет этот мох он будет такой таблеткой я уже показывала как-то видео было мне видео о мхе подсказку не могу поставить то что настенька уехала с сестрами гулять и а подсказки оставить не умею до сих пор безобразие но очень вот теперь я накрываю вот эту вот крышкой и поставлю на просушку то есть я уберу вот эту вот корзинку высоко на шкаф и она будет стоять и проветриваться вентилироваться и сохнет я на нее наклею на сегодняшнюю дату и через две недели мы посмотрим что у нас получится так далее на выращивание у меня получилось вот такие два 5 литровые мультибокса вот этот мультибокс у меня целиком получился вот такой вот симпатичный вот такой вон мох уже стал его водичку пьет теперь я дело закрываю и открываться она практически никогда не будет как и все мои мультибокс а здесь у меня не полный мультибокс получился здесь пинкачку это не пинкачек это стволик здесь у меня не полный получился но это не страшно это все должно взрасти все это будет красиво и все это будет живое будет использоваться посадках то же самое закрываю здесь также я положила вниз серамис он сейчас я цветочки беру вот здесь внизу серамис и уголь древесный вот такое у меня богатство еще и нашла нашла вот такие вот сейчас покажу два болотные растения но это так с корешками просто вам показать конечно и расти не будут я не знаю что это такое но вот такие вот два растений я нашла симпатичные их вот такое вот вещь я нашла вот посмотрите вот видите вот вот это вот штука попадая в мох сфагнум когда высушена мухе начинает разрастаться и получается то что мы называем водорослями так что вот это водоросли так называемая ну вот собственно на этом я буду с вами прощаться дорогие мои вот в таком счастье находясь с новым свежим хом сфагнумом желаю вам всего самого наилучшего желаю вам крепкого здоровья замечательного настроения и всего самого доброго до свидания всегда ваша бокова наташа